КИА СОРЕНТО Для всех автопроизводителей рынок США – земля обетованная. Все более или менее стоящие разработки делаются именно под Америку, в которой в неделю продается больше автомобилей, чем в России за год. Соренто – не исключение. Американские продавцы Соренто говорят, вы, конечно, можете взять Лексус или Мерседес, но если вы возьмете наш внедорожник, у вас еще останется денег, чтобы заплатить за обучение детей в колледже. И это работает. Американцы назвали его лучшим внедорожником в ценовой гамме до 25 тысяч долларов. Да, там машина стоит от 19 тысяч за переднеприводную модификацию до 24 тысяч за полноприводный вариант. Впрочем, и в России Соренто стоит вдвое дешевле своих именитых коллег. Цены на него начинаются от 29 тысяч долларов. Давайте посмотрим, что же нам предлагают за эти деньги. Сложно не заметить внешнего сходства Соренто с Лексусом РХ-300, но хорошему подражать не зазорно. Наш герой побольше, он не такой изящный, но зато более мужественный. Размеры салона тоже радуют. Здесь много места и по бокам, и вверху, и сзади. Помните про Америку? Там маленькие машины не в чести. Мягкие кресла, удобные подлокотники, полдюжины подстаканников и множество всяческих бардачков и ниш. Это тоже в американском стиле. Щиток приборов нагляден, руль оптимален по сечению и форме. Столь же доступна по вниманию центральная консоль аудиокомплекс. Чуть ниже часы, под ними блок кнопок. Поставив переднее сидение в подходящее положение, перебираемся назад. Здесь место ничуть не меньше. Устроиться удобно можно тоже без проблем. Даже в долгой дороге несколько часов два пассажира будут себя чувствовать вполне комфортно. Третий, наверное, стопроцентного комфорта не ощутит. Объем багажника вполне приличный. 440 литров до уровня стекол. Сложенные задние сидения способны увеличить грузовое отделение почти втрое. Под полом в багажном отсеке предусмотрена большая ниша. Попасть в багажник можно как через дверь, так и через открывающееся заднее стекло. Теперь давайте заглянем под машину. Давно мы этого не делали, но в случае с Sorento это стоит сделать обязательно. Ведь перед нами настоящий рамный внедорожник. Мощная рама, минимум выступающих за ее пределы элементов и вполне сносный клиренс в 203 мм, таков Sorento снизу. Kia предпочла сделать рамный автомобиль с паркетным дизайном. Вдобавок к лонжеронной раме, на которой покоится кузов, Sorento имеет еще и зависимую заднюю подвеску. Она прочнее независимой и легко противостоит всем ударам, которые достаются ей на бездорожье. А использование пружин вместо рессор по логике должно сделать автомобиль мягким и комфортабельным. Тестовый автомобиль Kia Sorento с двигателем объемом 2,5 литра, мощностью 140 лошадиных сил. Двигатель дизельный. Поехали! И сразу первое впечатление. Kia Sorento самый американский из всех корейских джипов. Плавность его хода ничуть не уступает таким 100% американцам, как, скажем, Chevrolet Tahoe или Ford Explorer. В последнее время подвески автомобилей в основном затягивают на европейский манер, пытаясь придать им псевдоспортивность и лучшую управляемость. На хороших дорогах это здорово. На наших зачастую достигается эффект табуретки, когда все ямы и ямки, а наши дороги в основном из них и состоят, передаются на кузов ощутимыми ударами. А Sorento над всем этим просто плывет. Обратная сторона медали – большие крены. Особенно они опасны при скоростном маневрировании. Это неизбежная плата за американскую мягкость. Но как часто вы влетаете в повороты на максимальной скорости? Если часто, присмотритесь к Lancer Evolution или Subaru Impreza. Для подавляющего большинства водителей эта проблема надумана. Зато как приятно плыть над дорогой, словно покачиваясь на волнах. Мягкость подвески этого автомобиля ощущается даже на месте. Вот посмотрите, при трогании, видите, и при торможении. За рулем такого автомобиля хочется повальяжней откинуться и рулить непременно одной рукой. Теперь о динамике. Сомнения в способностях дизеля оказались напрасными. Едет он весьма неплохо. Заветную 100-километровую отметку он преодолевает за 15,5 секунд с автоматом, а с механической коробкой укладывается в 14 секунд. Бензиновый мотор объемом 2,4 литра тоже достойно справляется со своими задачами. И уж тем более никаких вопросов к V-образной шестерке объемом 3,5 литра, мощностью 197 лошадиных сил. Еще один американизм Sorento – это очень легкий руль, что называется одним пальчиком. Это очень удобно при перестроениях в городе, это очень удобно на парковке, но это чревато сложностями на большой скорости. К работе механической коробки особых нареканий нет. Передачи включаются четко и тоже мягко. Единственное, что озадачило, задний ход не имеет никакой защиты. Рукоятку вправо и назад, ни утапливания, ни флажков. Есть опасность перескочить с пятой сразу в положение R. В ходе этого тест-драйва, к сожалению, не получилось провести серьезную проверку Sorento в стиле оффроуд. Поэтому обратимся к фактам. А факты убедительно говорят о том, что Sorento – серьезный внедорожник. Итак, перед нами рамный автомобиль с довольно короткими свесами. Дорожный просвет у него больше, чем у некоторых профессиональных проходимцев. В трансмиссии есть серьезное понижающее, задний дифференциал повышенного трения, подключаемый передний мост. Как внушительно все это хозяйство выглядит, мы посмотрели с помощью подъемника. Судя по конструктиву, Sorento – полноценный внедорожник. Он на голову опережает по этому параметру все паркетники и может составить достойную конкуренцию серьезным джипам. Субтитры создавал DimaTorzok